здравствуйте тема сегодняшней лекции евреи и христиане преемственности конфликт христианство зародилось в лоне иудаизма и первые последователи иисуса не помышляли о создании новой религии не думайте что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить пришел я но исполнить провозгласил иисус в евангелии от матфея несмотря на острую критику иисусом различных пороков процветавших его время и на гневное осуждение лицемерии коррупции правящей религиозной верхушки иудейского общества можно уверенно утверждать что его критика всегда была конструктивной а не разрушительной и была пронизана любовью к своему народу и болью за те страдания и невзгоды которые он переживал иисус не призывал к отказу от традиционных религиозных практик но к их подлинному и скрупулезному соблюдению ибо истина говорю вам доколе не придет небо и земля ни одна йота или ни одна черта не придет из закона пока не исполнится все и так кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научи так людей тот малейшим наречется в царстве небесном а кто сотворит и научит тот великим наречется в царстве небесном ибо говорю вам если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев то вы не войдете в царство небесное в евангелии можно найти достаточно много подобных заявлений в беседе самаритянка иисус заявил вы не знаете чему кланяемся для кланяйтесь а мы знаем чему кланяемся ибо спасение от иудеев несмотря на то что иисус часто ставил не евреев пример евреям например в притче о добром самаритянине в рассказе о римском сотнике истинно говорю вам и в израиле не нашел я такой веры он делал это для того чтобы осудить моральную деградацию своих соплеменников цель этих примеров состояла в том чтобы пристыдить иудеев указывая на то что даже грешные язычники не знающие истинного бога его заповеди часто ведут себя лучше чем те иудеи которые лицемерно клянясь любви к богу нарушают божественные заповеди и хотя иисус время от времени призывал учеников учить и крестить все народы в разговоре с хананьянкой он однозначно заявил что послан только к погибшим овцам дома израилева в качестве примера отступления иисуса от норме иудаизма часто приводят его слова о том что суббота создана для человека а не человек для субботы посему сын человеческий есть господины субботы однако нет никаких оснований утверждать что иисус и его ученики прекратили соблюдать субботу или призывали к этому действительности слова иисуса перекликаются со словами известных еврейских мудрецов объяснявших своей пастве что вам отдана суббота они вы отданы субботе проповеди иисуса очень похожи на проповеди гневных пророков исаи и римеи и других яростно клемивших своих соплеменников за грехи и предрекавшим им всяческие несчастья если они не исправят пути свои но также утешавших народ свои обещавших ему спасение и торжество придем слова пророка и риме и римеи предсказавшего разрушение первого храма и оплакивавшего судьбу иерусалима также как иисус предрекал и оплакивал разрушение второго храма иерусалима как вы крадете убиваете и прелюбодействуете и клянетесь во лжи и кодите ваалу и ходите во след иных богов которых вы не знаете и потом приходите и становитесь перед лицом моим в доме 7 над которым наречено имя мое и говорите мы спасены чтобы впредь делать все эти мерзости не садился ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей над которым наречено имя мое сравним слова иеремии со словами иисуса произнесенными почти через 650 лет и когда выходил он из храма говорил ему один из учеников его учитель посмотри какие камни какие здания иисус сказал ему в ответ видишься и какие здания все это будет разрушена так что не останется здесь камня на камне и когда приблизился городу то смотря на него заплакал о нем ибо придут на тебя дни когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят тебе камня на за то что ты не узнал времени посещения твоего и войдя в храм начал выгонять продающих в нем и покупающих говоря им написано дома есть дом молитвы а вы сделали его вертепом разбойников видите иисус также как и время употребляет это выражение собственно он берет его из и из пророка иеремии вертеп разбойников таким образом деятельность иисуса и его учеников не выходила за рамки жарких теологических дискуссий сотрясавших иудеев период римского владычества его критика носила в основном моральный и социальный характер и затрагивала нет и не затрагивала основе иудейской религии иисус хотел очистить храм от торговцев а не разрушить его он и его ученики посещали храм приносили жертвы и выполняли все предписания торы тайная вечеря ставшая источником христианского сакрамента евхаристии была традиционным еврейским пасхальным седором проведенным по всем канонам галахи после ухода учителя рави апостолы остаются в иерусалиме по предписанию иисуса посещают храм соблюдают заповеди и ждут триумфального возвращения иисуса как мессии и я пошлю обетование отца моего на вас вы же оставайтесь в городе иерусалиме доколе не обличитесь силою свыше они поклонились ему и возвратились иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме прославляя благословляя бога так написано евангелии от луки яков брат иисуса основавший первую христианскую церковь на горе сион требовал от неевреев желавших к ней присоединиться принятие иудаизма исполнения всех его заповедей соблюдения субботы кашрута и так далее каким же образом произошел решительный разрыв между христианством и иудаизмом между церковью и синагогой как развивался конфликт между ними этому способствовали исторические обстоятельства сложившиеся в первых веках новой эры среди которых следует особо отметить разрушение второго храма римлянами в семидесятом году нашей эры успешную миссионерскую деятельность апостола павла среди неевреев и конфликт с еврейским религиозным истеблишментом вы видите сейчас знаменитую арку тита построенную им в риме после разрушения иерусалима и храма при подавлении иудейского восстания этому событию было посвящено много рисунков вот скульптура императора тита а это знаменитый рисунок эль грека на котором изображен апостол павел все эти события привели к разрыву между евреями и христианами и к формированию христианской религии принятие христианского христианство римской империи в четвертом веке новой эры еще более обострила конфликт между евреями и христианами превратив его в конфликт между правящим большинством и дискриминируемым меньшинством видите скульптуру императора константина великого он же константин первый который сделал христианскую религию в начале в 313 году нашей эры легитимной религией в римской империи до этого она была преследуемой религией а затем по сути дела превратил ее в официальную религию римской империи перед смертью сам принял христианство подробнее мы поговорим об этом в нашей следующей встречи до свидания